Закрепление молодых специалистов, начисление пенсии и благоустройство населенных пунктов. Помощник президента, инспектор Погомельской области Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию и прием граждан в Брагине. За несколько часов поступило около 20 обращений о жителей разных регионов области. Светлана Ермоленко из деревни Кавака обратилась с предложением пересмотреть систему начисления льгот жителям от загрязненных территорий. По ее мнению, перечень нуждающихся в поддержке необходимо расширить, включить ряд профессий сельского хозяйства, сферы здравоохранения и других отраслей. Это может стать стимулом для молодых специалистов оставаться в глубинке после отработки. По постановлению 1842, там предусмотрен контракт на 5 лет и выплата 200 базовых величин. Вот в чем состоит и вопрос, что не все профессии включены в это постановление для этой выплаты. Но люди приезжают в одну и ту же зону, то есть 15 кюрей и выше, или 10-15 кюрей. А дел образования подходит, ЦРБ подходит. А вот именно, что остались такие неучченные организации, как лесхоз, как строительные организации, как мелиорация. Даже и сельское хозяйство, и те не все профессии были. Часть мы этих вопросов уже решили с правительством. Появились дополнения стимулирующие, которые нужны для закрепления молодых специалистов. Оно было дополнено буквально в июне. Но сегодня еще раз мы будем возвращаться к этой тематике, потому что есть ряд еще других специалистов, которые сегодня медицинские работники. Это работники, которые все равно задействованы на земле. Они задействованы вне сельского хозяйства. Но они нужны сегодня в Чернобырских районах, и сюда нужно привлекать молодых специалистов. В топе обращений также по-прежнему земельные споры, ремонт дорог. Некоторых волновали вопросы патриотического воспитания и сохранения памяти героев Великой Отечественной. Все обращения взяты на контроль. Никто не забыт. В день 76-й годовщины освобождения Добруш присоединился к патриотической акции во славу общей победы. Во время митинга на мемориальном комплексе земля, собранная в 40 местах захоронений, помещена в общую капсулу. Память воинов, отдавших жизни за освобождение страны, почтили минутой молчания. Во время войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли более 10 тысяч местных уроженцев. На территории района похоронено около 2,5 тысяч советских воинов и мирных жителей. Напомним, акция пройдет по всей стране, а завершит свое шествие в день празднования 75-летия Победы. Капсулы со всех регионов поместят в крипту храма-памятника в честь всех святых в столице. Эта неделя в регионе была посвящена наступающему Дню Матери. Одним из мероприятий в его честь стала закладка «Аллеи Матери» в Гомеле. Создание символической ландшафтной зоны – инициатива областной организации Белорусского союза женщин. Мини-парк из 50 кленов разместился на аллее семейных деревьев по улице Каменщикова. Первые деревья посадили представители областного союза женщин во главе с председателем организации Еленой Кличковской, сотрудники администрации Центрального района города «Молодежь». Одно из деревьев посажено в честь многолетнего лидера женской общественности региона Галины Пашет, которая не стала минувшей весной. По воспоминаниям коллег, она умела объединить вокруг себя таких же, как сама, сильных и незаурядных женщин. Всегда поддерживала и помогала тем, кто особенно остро нуждался во внимании. В Гомельской епархии назначен векарный епископ с титулом «Светлогорский». Посвящение архимандрита Амбросия прошло в Москве. Его возглавлял патриарх московский в Сеаруси Кирилл. 10 октября владыка Амбросий служил свою первую литургию в новом статусе. Поздравить нового векаря епархии пришли десятки верующих и представителей духовенства. Литургия была посвящена памяти апостола Аристарха. В этот день верующие вспоминают архиепископа Гомельского и Жлобинского Аристарха. 22 года своей жизни владыка посвятил духовному служению на Гомельщине. В 2012 году он был похоронен на территории Никольского монастыря.